Здорово, бандиты! Может быть, даже инопланетян? Ладно, последнее вряд ли, но кто знает? Правда. Пристегните ремни, жмите на кнопку подписки, потому что сейчас будет жутко. Мы собираемся исследовать темное брюхо Redmi 9A. Вы не поверите, что мы там найдем. Итак, первый уровень нашего айсберга конспирологии. Начнем с шепота, того, что можно найти в ветках Reddit или глубоко в комментариях на форумах. Замечали ли вы, что батарея вашего Redmi 9A работает чуть-чуть дольше, чем должна? Некоторые говорят, что Xiaomi скрывает секретную технологию аккумуляторов, что-то революционное, что они не хотят, чтобы украли конкуренты. Потом камера. Да, на бумаге она простая, но люди клянутся, что Redmi 9A делает подозрительно четкие снимки, как будто видит больше, чем должен. Использует ли Xiaomi какую-то сверхновую обработку изображений на основе ИИ? Или это что-то более странное? Давайте копнем глубже, братцы. Второй уровень, братцы. И становится жарко. Речь идет о скрытых функциях, о которых не знают даже технические обозреватели. Ходят слухи, что если ввести определенный код на клавиатуре Redmi 9A, то откроется секретное меню. Что в этом меню? Никто точно не знает, но некоторые говорят, что оно позволяет получить доступ к экспериментальным функциям, даже управлять скрытым оборудованием. А еще есть GPS. Пользователи сообщали о странных аномалиях, их Redmi 9A будто бы направлял их в случайные места. Это баг, фича? Или Xiaomi отслеживает каждый наш шаг, создавая базу данных наших самых сокровенных желаний? Третий уровень. И мы надеваем шапочки из фольги, братцы. Поговорим о генеральном плане Xiaomi. Видите ли, некоторые говорят, что Redmi 9A – это не просто телефон, это троянский конь. Способ для Xiaomi собрать огромное количество данных о ничего не подозревающих пользователях. Распознавание лиц, голосовые записи и даже история просмотров – они собирают все. Но зачем? Что они задумали? Некоторые шепчутся о будущем, где Xiaomi контролирует все, используя наши данные для управления нашими мыслями, желаниями, самой нашей жизнью. Звучит безумно, но так ли это неправдоподобно? Задумайтесь. Держитесь за свои шапочки из фольги, потому что на четвертом уровне все становится действительно странно. Мы погружаемся в мир секретных экспериментов. Некоторые считают, что Xiaomi использует Redmi 9A для проведения неэтичных экспериментов над своими пользователями. Представьте себе подсознательные сообщения через динамики, манипуляции со сном с помощью световых и звуковых частот, даже контроль над разумом. Они указывают на необычайно мощный процессор Redmi 9A, утверждая, что он предназначен не только для игр, но и для обработки сложных алгоритмов, призванных влиять на наше поведение. Управляет ли вами ваш Redmi 9A тайно? Вы можете смеяться, но правда может быть страшнее, чем вы думаете. Пятый уровень, братцы, и мы вступаем в сумеречную зону. Речь идет о запретных технологиях, о вещах прямо из фантастического фильма. Некоторые говорят, что Redmi 9A — это больше, чем просто телефон, это портал. Портал в другое измерение, другое время, может быть даже в другую реальность. Они утверждают, что компоненты телефона резонируют на определенной частоте, которая может открыть разлом в ткани пространства-времени. Ходят слухи о пользователях, сообщающих о странных сбоях, видящих вещи, которые они не могут объяснить, даже чувствующих холодное потустороннее присутствие, когда они пользуются своим Redmi 9A. Это просто городские легенды или за ними что-то кроется? Держитесь крепче, братцы, потому что на шестом уровне все становится политическим. Речь идет о правительственных заговорах. Не секрет, что правительства по всему миру заинтересованы в технологиях слежки. И некоторые считают, что Xiaomi в сговоре с ними, предоставляя тайный доступ к данным Redmi 9A. Они утверждают, что Redmi 9A — это, по сути, шпионское устройство, которое прослушивает наши разговоры, отслеживает наши передвижения и даже читает наши мысли. Является ли ваш Redmi 9A инструментом правительства? Наблюдают ли они за нами прямо сейчас? Правда, может быть, ближе, чем вы думаете. Седьмой уровень, братцы, и мы переходим к полномасштабной теории заговора. Речь идет о глобальном контроле. Некоторые считают, что Redmi 9A — это лишь малая часть гораздо более масштабного плана. Плана по контролю над всем населением планеты с помощью технологий. Они утверждают, что могущественные организации используют Redmi 9A и другие устройства, чтобы манипулировать нашими мыслями, контролировать наши действия и, в конечном счете, поработить нас всех. Является ли Redmi 9A ключом к мировому господству? Являемся ли мы всего лишь пешками в гораздо большей игре? Истина где-то рядом. Восьмой уровень, братцы, и сейчас будет по-настоящему жутко. Мы говорим о сверхъестественном. Некоторые считают, что Redmi 9A — это нечто большее, чем просто кусок техники. Они утверждают, что это канал связи с другим миром, привлекающий внимание сущностей, находящихся за пределами нашего понимания. Ходят слухи о пользователях, которые сталкивались со странными явлениями во время использования Redmi 9A. Предметы двигались сами по себе, голоса шептали из пустых комнат, и даже происходила настоящая полтергейстская активность. Является ли Redmi 9A вратами на тот свет? Не приглашаем ли мы нечто зловещее в свою жизнь каждый раз, когда разблокируем телефон? Девятый уровень, братцы, дно айсберга. Вот где все становится по-настоящему мрачным. Мы говорим о конце света. Некоторые считают, что Redmi 9A — это не просто телефон, а катализатор апокалипсиса. Они утверждают, что технология внутри телефона настолько продвинута, настолько мощна, что может спровоцировать катастрофу, способную уничтожить человечество. Одни говорят, что это аккумулятор телефона взорвется с силой тысячи солнц, другие, что он выпустит вирус, как цифровой, так и биологический, который уничтожит мир. Является ли Redmi 9A бомбой замедленного действия? Не станет ли наша одержимость технологиями нашей погибелью? Вот так, братцы, самые глубокие, самые темные секреты Redmi 9A. От безобидных слухов до полномасштабных теорий апокалипсиса мы рассмотрели все. Честно говоря, после всего этого мне нужен перерыв. Пора пойти потрогать траву, может быть, обнять дерево, сделать что угодно, чтобы отвлечься от этих безумных теорий заговора. Но прежде чем я уйду, у меня есть один вопрос. Как вы думаете, есть ли доля правды в этих теориях? Действительно ли ваш Redmi 9A следит за вами? Дайте мне знать в комментариях ниже, но не вините меня, если ваш телефон начнет вести себя странно после этого. Шучу или нет. Как всегда, спасибо за просмотр, братцы, и берегите себя. Никогда не знаешь, что скрывается в тени. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok